С начального сезона от жителей этого района регулярно поступали жалобы на перебой с отоплением и порой в полном его отсутствии. Все дело в том, что старая котельная не справлялась с нагрузкой ввиду износа оборудования. Напомним, котельная Казандык была введена в эксплуатацию еще в 1976 году. Основная часть оборудования вышла за пределы эксплуатационного срока. Было принято решение произвести реконструкцию данной котельной. Работы начались, но так и не закончились. В дело вмешалась гороадминистрация. В связи с тем, что подрядчик оказался недобросовестным, до конца не довел начатую работу. Заказчиком является Ахтубесу Энерджи. На данный момент с ним разорваны все договорные отношения. Сейчас определен новый подрядчик. Он определился в конце августа. Соответственно, быстрыми темпами, хоть и работа идет, но не смогли закончить к началу отопительного сезона. Так как работы по завершению реконструкции в срок не были завершены, пришлось принимать экстренные меры уже в разгар отопительного сезона. В действующей котельной взамен вышедшего из строя котла временно установлен котел большей мощности. Ведется круглосуточный контроль за работой оборудования. Для оперативного устранения появляющихся неполадок круглосуточно дежурят бригады специалистов. Доблестные мастера, день и ночь, работая, когда выходила со строя, они запускали заново. И второй котел, хоть и новый, но имеет мощность немножко меньше. Что мы сделали? Закупили из резерва Ахимата города четвертый котел. То, что позволит бесперебойную работу старой котельной, где мы находимся. Мощность позволяет, будет работать на среднем давлении. Сейчас подача идет стабильная, но еще после шести сегодня работники компании, которые нам поставили, они настроят еще дополнительно и после шести еще увеличат мощность. В общем, проблем нет, но вопрос не снят. Сейчас котельная «Казандык» работает в штатном режиме в работе 4К-плате теплоподачи. При начислении оплаты за теплоснабжение за ноябрь абонентам сделан перерасчет. Еще с учетом дней, когда теплоподача частично будет приостановлена. Напомним, данная котельная обслуживает 43 жилых дома, 7 бюджетных учреждений и 33 организации различных форм собственности. Ирина Гуль, Сергей Калашников, программа «Факт».